Песово, село с историей, традициями, талантливыми людьми. Дом культуры, центр притяжения. Местные жители обратились на прямую линию губернатора, попросили отремонтировать ДК. Станислав Искресенский ответил, будет сделано. С понедельника подрядчик приступил к работам. Культурно-досуговый центр нам очень нужен. Сюда ходит большое количество детей. Люди преклонного возраста. У нас здесь создан и хоровой кружок, и танцевальный кружок. Клубы по интересам. Жителям очень нужен этот клуб. Я вот сама жительница села Песово. Выросла здесь. Я помню, как в этом клубе еще показывали фильмы, как дети первые свои шаги делали по этой сцене. Я сама какую-то песню помню, пела. Песню не помню, а вот эмоции, которые остались, они навсегда. Здание находилось в очень плачевном состоянии. Протекала крыша очень сильно. Эти деньги, мы как бы очень давно их ждали. В 2019 году была еще разработана документация на ремонт. И мы, наконец-то, очень рады, что нам их сейчас дали. На капремонт по нацпроекту «Культура» потратят 25 миллионов рублей, плюс 600 тысяч на улучшение материально-технической базы. В этом году планируют заменить кровлю, фасад, зрительный зал, кабинеты, системы электроснабжения, отопления. Сроки – конец лета, начало осени. Если говорите в августе, значит, должны отвечать все слова. Я думаю, с запасом лучше скажите. В конце сентября. Давайте с запасом возьмем. Главное – сделать добросовестно и качественно. Мы же всего с 2019 года уже 25 домов культуры отремонтировали, в этом году еще 13 делаем. Но надо следить за тем, чтобы работы делались достойно, достойно можно. И я очень прошу жителей, привлекайте к работе, чтобы контролировали, чтобы каждый рубль был под контролем. Видя, что система работает, жители попросили губернатора и о ремонте спортивного зала. Глава региона обещал подумать над вопросом. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».